Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Говоря о теме агрессии НАТО 1999 года, хотелось бы остановиться коротко на значении этого ужасающего факта международной агрессии для России и об отношении к этому в России. Уважаю ваше время, очень тезисно. Само значение бомбардировок Югославии и на Западе, и в России было оценено значительно позже. Представляется, что лишь в недавнее время оно получило оценку близкую к тому, какое влияние оказало нас в текущие события геополитические на самом деле. Бомбардировки Югославии и России – это тема сама по себе очень сложная, и она однозначная возможной интерпретации, поскольку Югославия не получила ожидаемой помощи от своего главного исторического союзника. Но многосоставная по тому вкладу в перипетии мировой геополитики и внешнеполитического курса России, в частности, который она оказала в долгосрочной исторической перспективе. Уже говорилось о том, и я не буду повторяться, что Югославия стала отправной точкой для деструктивной технологии погружения общества в хаос. Отметим лишь, что определенные выводы после югославских событий 1999 года, по крайней мере в России, были сделаны. Это проявилось достаточно скоро, буквально через несколько дней после терактов 11 сентября 2001 года в США. Тогда на фоне общеблагожелательной реакции российского политического истеблишмента, включая главу государства, очень резким произвучало заявление министра российского и министра обороны, сделанное в ходе визита в Армению. Тогда Сергей Иванов, в частности, заявил, что нет абсолютно никаких оснований для, я процитирую, даже гипотетической возможности проведения НАТО военных операций с территорией среднеазиатских государств, входящих в СНГ. Позднее экс-министр пояснил, чего они опасались. Опасались того, что когда американцы закрепят свое присутствие в регионе, начнется продвижение демократии. Лидеры этих стран, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, начали нам жаловаться. И, как мы знаем, все, чего опасались, в итоге в Средней Азии произошло. Таким образом, уже на стадии подготовки следующей операции Североатлантического альянса «Несокрушимая свобода» в Афганистане были отчерчены существенные противоречия между Российской Федерацией и США, которые было чрезвычайно сложно нивелировать даже в тех сферах, где сотрудничество предполагалось наиболее плотным и постоянным. Это, прежде всего, обеспечение безопасности и борьба с терроризмом. Скажем также, что, несмотря на то, что многие западные или прозападные аналитики всегда подчеркивали традиционную близость русских и сербов и до, и после акта международной агрессии, и даже в доказательстве тезиса о том, что эти узы братства двух народов сильно преувеличены, сам факт их наличия никогда не ставился под сомнение. Однако, на наш взгляд, влияние бомбардировок Сербии в новейшей истории России было ими просмотрено и упущено. Знаменитый разворот Примакова над Атлантикой многоострее и символичнее воспринимался российским общественно-политическим мнением, а для западного политического истеблишмента и общественности в сути смысловая нагрузка этого шага осталась в общем и целом неясной. При том, что самому эффектности этого поступка отдавали должное и Дана Демарш, российского премьер-министра, и предшествующие телефонные переговоры Бориса Николаевича Ельцина с Белым Клинтоном, в ходе которых по мемуарной литературе российский президент неоднократно в ярости бросал трубку, расценивались с Западом как ожидаемая досадная помеха технического свойства. И в долгосрочной перспективе бомбардировки Белграда как фактор формирования повестки дня в российско-американских отношениях не рассматривались. Однако, в отличие от информационного пространства сообщества западных стран, прежде всего США, где югославскую карту посчитали отыгранной и вышедшей из политического оборота, тема бомбардировок дружественной страны не угасла в России. И она оставалась настолько живой в российском политическом и общественном дискурсе, что ряд экспертов проводит прямые параллели между этими событиями в Союзной Республике Югославия и ростом американских настроений, антиамериканских настроений в Российской Федерации, и даже, более того, коррекцией ее внешнеполитического курса в долгосрочной перспективе. Впрочем, противников у данной точки зрения не меньше. Однако, делая вывод о том, что смена вектора произошла намного раньше, приблизительно в 1994 году, они делают вывод, этот вывод принадлежит известному британскому аналитику, западная политика в СНГ, Балканы и расширение НАТО не сыграли существенной роли в формировании неимперского курса России. Солидарность с этим мнением проявляет ряд российских исследователей. В печатном варианте моего доклада можно будет посмотреть конкретные цифры, которые я привожу как контрдовод и в качестве аргумента. Коротко о самом основном. Опросы россиян во втором полугодии 1998 года показали высочайшую осведомленность о географии и хронике конфликта. А эскалация конфликта не замедлила сказаться и на этих показателях. Нанесение ракетно-бомбовых ударов по Югославии не вызвало особых чувств. Лишь у 4% опрошенных 1% отнеслись к нему с одобрением, 2% с пониманием. А возмущение и тревогу бомбардировки вызвали у 53 и 28% россиян. Соответственно, в 10-ю годовщину бомбардировок Белграда 16% россиян считали, что России не стоило вмешиваться в Югославский кризис. Подавляющее же число респондентов были уверены в том и выразили свою уверенность в ответах на вопросы, что страна должна была выступать посредником в переговорах и добиваться урегулирования космосской проблемы невоенными средствами. Немногим, к слову, отставали показатели сторонников полномасштабной гуманитарной, а также военной и иной помощи. И чрезвычайно важно для понимания текущих геополитических реалий представляется то, что в результатах приведенных и всех промежуточных вопросов картина восприятия событий в Югославии всегда была единой. Россияне воспринимали ее как ослабление позиции России на Балканах со средним показателем в 20%. Здесь следует сказать также, что именно в 2000 году, то есть после бомбардировок Союзной Республики Югославия, экспертная группа по России и Палаты представителей 106 Конгресса США представила данные об угрожающей стремительном падении благожелательного отношения к России с 70% на момент вступления Клинтона в должность до 37%. Именно поэтому даже авторы, категорически отрицающие роль балканской тематики во внешнеполитической переориентации России, вынуждены констатировать, я процитирую, что натовские бомбежки Белграда в 1999 году нанесли удар по прозападным настроениям в российском обществе, а также косовский кризис облегчил консолидацию российских традиционалистов и возрождение в общественном сознании России старых мифов и эмоций. Именно Балканы в целом и Косово в частности стали для российских традиционалистов средством и одновременно поводом возвратиться в советскую геополитическую нишу. Ну и в заключение хотелось бы привести полярное мнение относительно отрицающих роль агрессии НАТО во внешнеполитической переориентации России. Недавно на русском языке вышла книга бывшего советника пресс-секретаря президента России Владимира Путина, в основе которой, помимо прочего, лежат сотни часов оригинальных интервью. Так вот, ее автор Ангус Роксборо прямо утверждает, что, я процитирую опять же, «компания против Сербии стала поворотным моментом в отношениях России с Западом». Более того, автор определяет бомбардировки Сербии авиации НАТО в 1999 году как событие, цитирую, которое будет определять мышление Путина в международной политике в последующие десятилетия. Конечно, здесь нужно учитывать вес 1999 год, который для России был богат событиями, начиная от расширения НАТО на восток, за счет вхождения в Венгрию, Польши и Чехии, заканчивая отказом от своих полномочий первого президента Российской Федерации в последние часы уходящего года. Но так или иначе, не будет преувеличением сказать, что агрессия НАТО в 1999 году против Союзной Республики Югославия стала для России и ее России источником пересмотра взглядов на политику и практику Альянса. Спасибо. Аплодисменты